Здравствуйте, друзья! Вы знаете, кто-то из маститых актеров, по-моему, это даже Максимилиан Шелл, сказал хорошую фразу по поводу возраста. «Человек не стареет, человек созревает». У меня есть знакомый, это дедушка моего друга, который уже созрел, и он находится постоянно в хорошем расположении духа, и его сопровождает юмор в любой ситуации. Его зовут деда Митя, приходит он однажды в аптеку, молодая девушка на выдаче лекарств, он достает платок носовой, там вот две таких таблетки огромных. Он говорит, дочь, не скажешь, отчего эти таблетки? Она говорит, а у вас рецепт или упаковка сохранилась? Он говорит, нету ни того, ни другого. Она говорит, а как я вам скажу? Он говорит, а ты для чего тут стала? Не училась и стала здесь, что ли? Она говорит, давно они у вас на хранении? Он говорит, ну лет 15, ну 20 это максимум. Она говорит, лучше их выбросить на всякий случай. Ну, знаете, от греха подальше. Он говорит, вот ты деловая посоветовала. Я их лизнул, они сладкие, я их с чаем съем. Она говорит, дедушка, лучше не рисковать. Ну вдруг отравитесь? Он говорит, да, ты права, ты права. Лучше я ими бабку угощу. Он говорит, да вы что, бабушка же тоже наверняка родной человек. Он говорит, да не подумал, взболтнул. Точно, соседа своего кума угощу, мы с ним ровесники куликовской битвы. Я ему скажу, что это Виагра Макс для пожилых. Ему все равно не поможет, но он так любит халяву, будет очень рад. Она говорит, ну а вдруг это слабительное. Он говорит, еще лучше, хоть какие-то развлечения на старости лет. Сидит дома с Сиднем без дела. Я говорю, Дед Митин, а по поводу таблеток, в частности успокоительных, я слышал, что вот в Ирландии сделали таблеточки от стресса виски в капсулках. Вот ты смотри, как дети малые, виски в капсулках. У нас, чтобы снять стресс и успокоиться, нужны капсулы по пол-литра минимум, чтобы такой капсулой можно было сотрясение мозга сделать, понимаешь? И в прямом, и в переносном. Я говорю, а вот в Японии там стресс снимают другим способом, без спиртного. Там на крупных предприятиях есть такая комната, где чучело директора есть. И если у работника накопился какой-то негатив, он может зайти в эту комнату и сделать этому чучелу физическое замечание, снять стресс. Он говорит, ты знаешь, я слышал это, мне зять рассказывал, они у себя на предприятии тоже это попробовали, сделали, но не прижилось. Я говорю, почему? Дорого. Каждый день чучело менять надо. К вечеру в лоскуты. А в одном ЖЭКе сделали чучело начальницей, так троих сантехников чуть не посадили. Я говорю, за что? За негуманное обращение с чучелом. За надругательство над чучелом. Я говорю, ладно, давайте лучше о хорошем говорить. Вот у меня знакомая, она снимает стресс в машине. Одна или со стрессоснимателем? Я говорю, ладно, закроется там, стекла закроет и просто прокричится. Даже вот нецензурным бывает таким, знаете, набором фраз. И тут, говорит, забыла. Летом окна открыты. И она как выдала на гора весь негатив, который накопился. А рядом полицейский стоял. Думал, на него седым домой ушел. Пока две капсулы по 0,5 виски не принял, не успокоился. Он говорит, кстати, сынок, у меня скоро юбилей. И у меня есть самодельные капсулы. Пять капсул по три литра. Приезжай. Расслабимся. Снимем стресс. Я говорю, ну а что подарить-то вам? Что хочешь? Я говорю, может робот-пылесос? А что он делает? Я говорю, он все делает, лишь бы вы ничего не делали. Он говорит, ай, сынок, ты прав. Сейчас народ ленивый, работать никто не хочет. Даже вот многие, вот стыдно сказать, вот многим лень ручку унитаза дернуть. Ну, представляешь? Я говорю, а в Японии там изобрели такой специальный унитаз. Вот только человек присел, и сразу выезжает перфолента со всеми результатами его анализов и медицинскими выкладками. Он помолчал, говорит, ну ты посмотри, а. А говорят, только мы все через жжо делаем. Извините. Ну, у меня, кстати, зять рассказывал, у него знакомый, в ответ японцам, знаешь, изобрел радиоуправляемые тапки. Ну, говорит, во-первых, приятно, они тебя встречают после работы. А во-вторых, говорит, кот перестал в них метить, боится. Сейчас вот со стороны, где их увидят, в любом месте квартиры, так напуган, вот там и метит. Так, вся квартира помечена, зато тапки сухие. Я говорю, это что, сейчас хотят уже робота за руль автомобиля посадить? Он говорит, о-о-о, черные времена наступают. Я говорю, для водителей, для гаишников, что с робота взять, ни себе, ни людям. Я говорю, мало того, я слышал, сейчас вот на некоторых предприятиях человеку в палец вживляют специальный чип. И он приходит на работу, без всяких документов, приложил палец и прошел. Дед помолчал, говорит, не, ну, удобно, конечно. Но я тебе скажу так, что таким пальцем уже в носу не поковырять, мало ли что. Ты знаешь, сынок, я всегда был против этих всех чипирований. Да, а с другой стороны, что, ну, удобно же. Пришел вот к банкомату, да, лбом приложился денег снять, а тебе там ответ. Рано пришел, нету ничего. Ну, некоторым, может быть, и не мешало закачать какой-нибудь чипок. У меня сосед, он, знаешь, просто у него в башке вообще ничего нет. Ему хотя бы расписание электричек закачать, чтобы пообщаться. Ноль полный. Я говорю, а кем работает? Да кем? Журналист, вот. Журналы в театре разносит. Я говорю, хорошая шутка, но старая. Он говорит, а вот из нового, я тебе скажу, без шуток. У меня, кстати, внук, компьютерщик, хакер еще тот. Его кто только не ищет. Да. Я говорю, ну и кто? Особенно жены его друзей. Он по их просьбе вскрывает их переписку личную, частную. Он говорит, дед, я никогда не женюсь. Никогда. У каждого из друзей там рога, понимаешь, навешаны. А у некоторых по два, а то и по три комплекта. Я говорю, ну с этим делом тут как жизнь распорядится, так и будет. У меня, я говорю, знакомый, он геолог. Три месяца не был дома. Возвращается домой, а у подъезда на лавочке бабульки. Он говорит, бабушки, смотрите, унесу рога унгурского оленя. Полтора метра в разлете. Счастливый с этими рогами. В подъезд одна, вторая. Ну и что радуется? Самого разлет метров пять еле вошел. Дед помолчал, говорит. Ты знаешь, сынок, рога можно получить даже не будучи женатым. Я говорю, а это как? Ну у меня сосед, он по молодости, ему лет двадцать семь было, он ходил в моря на сухогрузе. И там их на сухогрузе было семеро молодых пацанов дерзких. Но самая дерзкая была повариха Люська. Красивая зараза. Они были от нее без ума. И она, пользуясь этим, по очереди через день наставляла им рога. У них разборки были постоянные. Фингалы все плавание не проходили. Да. Их сухогруз так и называли. Фрегат сахатый. Или пластиный остров. Говорит, дед Дмитрий, а у вас у самого-то, извините, на лбу кальций никогда не появлялся, не замечали. Он говорит, не-не-не, этого, к счастью, не было. А вот песок из меня уже сыпется, да. Так что дари пылесос. Пригодится. Ты говоришь, он еще сам все делает. А нам, нам лишь бы не работать.